Автопробег сотрудников безопасности Дальневосточного округа в честь Великой Победы прошёл по маршруту Владивосток-Находка. Фукины силовики Приморья почтили память павших возложением цветов о мемориала и минуты молчания. Близится 9 мая. Никто не забыт и ничто не забыто. Автопробегом по Приморью решила отметить День Победы Ассоциация структур безопасности Дальневосточного округа. Цветы и минуты молчания, как дань всем приморцам, которые не вернулись из боя. Их подвигов не перечислить. Не перечислить всех имён. То были люди с сердцем чистым. То был бессмертный гарнизон. Нет в России семьи, которой не коснулась бы та война. Подвиг наших отцов и дедов останется в памяти поколений. Марш-бросок во славу воинов-освободителей Второй мировой охранное агентство холдинга безопасности Приморского края провели 29 апреля. В родительский день. Что символично? В первую очередь мы хотим напомнить нашим гражданам о том, что память должна жить вечно. Чтобы вот мы напоминаем, чтобы также в каждой семье, в каждом доме родителям напомнить своему чаду, своему ребёнку о том, что была Великая Отечественная война, в которой погибло очень много людей нашего народа, советского народа, которые отстаивали нашу свободу, нашу жизнь, те, кто сегодня живёт. Полегло более 20 миллионов на полях сожжения этой Европы и здесь, на Дальнем Востоке. И в память о тех, кто погиб, кто пал, кто трудился, кто ковал эту победу, вот мы и делаем этот пробег. В Владивосток, Артём, Шкотово, Уссурийск, Фокина, Находка. В каждом городе участники акции возложили цветы и вспомнили героев Великой Отечественной. Почти 30 человек на 15 машинах, работники групп быстрого реагирования, рядовые охранники и руководители охранных предприятий. Каждый город встречал их благодарностью. Вы знаете, мы раньше делали как? Выезжаешь, обязательно посигналишь. Это водительский закон. А сейчас мы выехали, думаем, будем сигналить, кого-то напугаем. По-разному бывает. Иногда так сигналим. Зато встречные автомобилисты все сигналят, приветствуют. То есть это приятно, это дружеское отношение. И самое главное, если, допустим, три года назад мы начинали, много нарушений права дорожного движения было со стороны водителей. В колонну, вклинились и так далее, старались обойти. Сейчас красиво все делается. Мы видим, если мы задерживаем людей, мы колонну правее пропустили, они нам сигнали, до свидания. То есть дружеские отношения, приятные. И люди останавливаются, и довольно интересно. Знаете, без всякого это очень хорошо встречается. Автопробег силовиков Приморья в честь Великой Победы должен стать традиционным. Более того, вырасти из регионального во всероссийский. Такую цель поставили себе экипажи. Даже ветераны решили отправиться в путешествие. К этому мероприятию мы привлекаем не только ветеранов органов внутренних дел, людей, заинтересованных в передаче молодому поколению тех моментов, связанных с героическим прошлым, но и настоящим наших людей. Мы привлекаем к участию сотрудников полиции СОБР, ОМОН, а также патрульно-постовой службы, те, которые проходили в горячих точках. Преемственность поколений, она должна быть. И вот мы как связующее звено между старшим и младшим поколением. И поэтому тогда, когда нам удается, нам это удается. И действительно мы видим, что молодежь у нас в хорошей закалке, молодежь нас понимает. Ветеран МВД Николай Сидоров, действительно член Русского географического общества, писатель и поэт принимал участие в международном форуме в Копенгагене по вопросам нравственно-патриотического воспитания молодежи. На этом форуме присутствовали педагоги, учащиеся, разных религиозных конфессий люди были. То есть вот такой форум громадный был. И я хочу сказать, что это нам дает тот заряд уверенности, бодрости и нужности этой работы, которую мы будем проводить, насколько хватит сил. Инициативу ветеранов по сохранению памяти о Великой Победе подхватывают школьники. Каждый выражает свою благодарность воинам. Николай Васильевич отметил высокий уровень надежности молодого поколения. И пусть мы не такие уж плохие. Идут за нами те, кто лучше нас.